Все свидетельства о встречах или о наблюдениях следов деятельности наземных цивилизаций на нашей планете или в ее ближайшей окрестности, пресловутые тарелочки, все эти свидетельства признаны или вполне объяснимыми, это 90% свидетельств. Это или искусственная деятельность человека, или наблюдение естественных небесных тел, тех же планет или луны, но в необычных условиях. Человек просто, так сказать, увидел это в таком ракурсе, что ему показалось, что это... Это, в конце концов, просто подделки. Некоторые люди хотят прославиться и рассказывают, что вот со мной произошел такой случай, меня украли инопланетяне и так далее. 90% случаев объясняется именно так. Существует, да даже меньше 10, наверное, процентов 5 случаев, которые таким образом объяснить нельзя, но только потому, что там не хватает информации. Слишком обрывисты, слишком неполные сведения. Ну и, наконец, существуют природные явления, изученные еще очень плохо. И пока мы можем это объяснить, мы не имеем права, просто мы в науке не имеем права привлекать гипотезы, совершенно ничем не подкрепленные. Ученых, которые считают, что мы не одиноки во Вселенной, достаточно много. И для этой точки зрения есть вполне определенная основа. Дело в том, что наша Земля — это вполне рядовая планета, которая обращается вокруг вполне рядовой звезды, которую мы называем Солнце. Таких звезд только в нашей Галактике сотни миллиардов. Ничем специальном наше Солнце не выделено. Находится обычно рядовая звездочка, находится она на периферии Галактики. Ничем специальном практически наше Солнце, ни его положение в Галактике, можно считать, не выделено. Нам непонятно, почему только здесь, только на этой планете, вокруг только этого светила могла образоваться жизнь. Это странно. Другими словами, мы обязаны предположить, что жизнь есть где-то еще. С другой стороны, мы пока ее не нашли. Мы ищем эту жизнь. Для того, чтобы образовалась жизнь, считаем мы, вокруг звезды должны, вокруг других звезд должны обращаться планеты. И на этих планетах должен поддерживаться благоприятный с нашей земной точки зрения температурный режим. Считается, что жизнь может образоваться там, где на планете может существовать жидкая вода. Другими словами, на планете не должно быть слишком холодно, чтобы вода не замерзла, и слишком жарко, чтобы вода не испарилась. Такие планеты мы уже начинаем открывать у других звезд. Говоря такие, я имею в виду, немножко все-таки планеты более массивные, чем Земля. Планету около другой звезды открыть впрямую невозможно. Слишком это слабое светило на фоне звезды. Если от нашего Солнца отлететь к ближайшей звезде и посмотреть, то Солнце-то мы увидим. А вот планет нет. Мы не увидим не только Землю, мы не увидим более крупных планет Солнечной системы. Юпитер, Сатурн. Их уже будет не видно. Они будут просто тонуть в солнечных лучах. Однако же существуют косвенные методы, которые позволяют утверждать, ага, вот около этой звездочки есть планета или даже планетная система. Это методы, несмотря на то, что они косвенные, достаточно эффективные. Такими методами открыты уже около трех с половиной сотен планет у других звезд. Правда, это все планеты крупные. Методика так устроена, что крупные планеты, ну это естественно, их проще подсечь. Поэтому сейчас мы усовершенствуем методику и открываем, пытаемся открывать все более меньшие по размерам планеты. Еще до Земли не дошли. Сейчас минимальная по размерам планета, которую мы открыли, ну говоря мы, я имею в виду, конечно, мировое астрономическое сообщество, по-моему, 5 или 6 масс Земли. Это уже близко. Это уже рядом. То есть я думаю, что в ближайшие годы будут открыты планеты земного размера и находящиеся примерно на удачной с температурной точки зрения позиции от центрального светила. Не слишком далеко и не слишком близко. Это возможные полигоны для развития жизни. Продолжение следует... Продолжение следует...